29 лет назад в Узбекистане официально появилась доменная зона .us, которая стала символом национального цифрового пространства. Тогда каждая страна стремилась обозначить свое присутствие в новом, безразличном и плохо узнаваемом интернет-пространстве. Создание национального домена было важным шагом для Узбекистана, который стремился к развитию информационных технологий и интеграции в мировое информационное сообщество. Сегодня 29 лет, день рождения домена.us, день рождения узбекского интернета, ровно 29 лет назад в основном в реестре ИАНа, международной организации ICANN, появилась запись точки.us, и с тех пор считается становление узбекского интернета, становление домена.us в глобальной международной экосистеме интернета. Для лучшего понимания, домен или доменное имя — это название сайта или его символический адрес, который пользователи вводят в поисковую строку. Домен включает в себя буквы латинского и русского алфавита, режет цифры или дефисы. Как отпечаток пальца, домен индивидуален и не поддается копированию, похищению или использованию совместно. Он создан для того, чтобы пользователи получили быстрый и удобный доступ к любому сайту. Для того, чтобы иметь двухбуквенный символ, страна не просто должна получить разрешение от интернет-корпорации ICANN, она должна находиться в классификации ISO 3166.1, который составляет статистический комитет ООН. Говоря проще, страна, претендующая на национальный домен верхнего уровня, должна быть признана на международной арене. Как видите, все получилось. Насколько важен домен .us? Что бы было страной, если бы его не существовало? Ну, во-первых, это идентификация нашей страны, .us, так как УС создан был на основании 3166 ISO, где сказано код каждой страны. И вот .us, это именно идентификация нашей приверженности к узбекистанскому интернету. Таким образом, на международном уровне мы подчеркиваем свою идентичность. Узбекский домен .us был зарегистрирован 29 апреля 1995 года. Хотя компьютерные сети, такие как FidoNet, появились в Узбекистане значительно раньше, развитие национального сегмента интернета началось с активной работы по управлению этим пространством, делая акцент на самостоятельности в его организации. А с 27 марта 2003 года права на доменную зону .us были переданы центру Узинфаком, входящему в систему узбекского агентства связи и информатизации. Впрочем, владеет он им и до настоящего времени. А то, что Узинфаком создан, это очень большая перспектива на будущее, потому что все мы должны в цифровое сообщество входить, и цифровое сообщество, оно будет развиваться и работать для блага нашего государства, и для народа тоже. Несмотря на постепенные изменения, собственный контент достаточно динамично развивается. Есть множество новостных сайтов. А вынужденный карантин 2020 года дал резкий старт многим онлайн-магазинам. Также транзакции через сеть побили исторические рекорды в несколько раз. На сегодняшний день в Узбекистане регистрацию доменных имен предлагает 28 организаций. Непосредственной регуляцией доменов и адресного пространства занимается единый интегратор Узинфаком. В настоящее время в доменной зоне .ус зарегистрировано более 129 тысяч активных доменов. За 29 лет было проделано достаточно много работы. На сегодняшний день мы реализовали ряд сервисов, которые положительно влияют на регистрацию как для конечных пользователей, так и самых регистраторов наших партнеров. Сейчас у нас в общей сложности 28 регистраторов по всей республике. Также часть регистраторов находится в регионах республики. Ну и пару слов про безопасность. DNSSEC – это набор расширенного протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанных с подменой DNS-адреса при разрешении доменных имен. Благодаря этой технологии веб-сайты предлагают информацию о доменном имени в защищенном виде, что ограничивает возможности мошенников подменить доменное имя или увести пользователя на поддельный сайт. На сегодняшний день также разработано и запущено мобильное приложение сети TLD.us. Собственное мобильное приложение национального узбекского домена можно установить как на Android, так и на iPhone. Приложение с максимально понятным интерфейсом и невероятно нужным функционалом для владельцев доменных имен. С его помощью можно контролировать срок домена и проверить его на использование технологий DNSSEC, получить основную информацию по доменному имени, обратиться к системе DNS, определять IP-адрес по доменному имени, управлять собственным NFT-сертификатом. Также единый интегратор Узинфоком первым в Узбекистане официально запустил Keyroot DNS-сервер. Все это ускорило доступ к веб-ресурсам для местных пользователей, а также снизило зависимость от зарубежных серверов. В случае сбоев на мировых серверах наличие местного корневого сервера обеспечит Узбекистану непрерывный доступ к онлайн-ресурсам, имеется в Узбекистане и услуга Redemption Period. Это период восстановления администратора домена в правах на дальнейшее администрирование доменного имени. Также в Узбекистане разработаны NFT-сертификаты и платформа Token.coos. Все они созданы на базе блокчейн. Если NFT-сертификат – это цифровой документ, выдаваемый на весь срок домена, который используется для защиты доменного имени от мошенничества и гарантирует владельцу его исключительное право владения на срок регистрации, то платформа Token.coos открывает новые перспективы для бизнеса и предпринимателей, позволяя безопасно проводить транзакции и токенизировать активы. Какое вы видите будущее для Озенфаком, его роль через 10 лет? Ой, это очень большой вопрос, значит, через 10 лет. Мы все будем в цифровом обществе, и роль интегратора, особенно государственного интегратора, очень важна в этом, потому что интегратор должен соображать, куда идти, чего развивать и как развивать. И чтобы это было и для государственных органов, и для населения создавало удобство. История домена Token.coos продолжается, а Узенфаком, в свою очередь, делает все, чтобы он развивался и дальше. Если вы хотите узнать больше о работе единого интегратора, то вся необходимая информация у вас на экране. Ну а у меня на этом все. До скорых встреч.